Ну что, какие планы на выходные? Да в танке рубиться буду. А я сериал досмотрю. А я на маникюр записалась. Ребята, притормозите, сегодня ж четверг ещё. А пятница! А пятница завтра. Давайте дождёмся её вместе. Всё, что занимало ваши мысли на этой неделе. Всё, о чём писали, но вы забыли прочитать в СМИ. Ваши жалобы, предложения и комментарии. Прямо сейчас в проекте «Завтра пятница». Всем добрый вечер четверга. Эй, привет-привет, друзья. Да, завтра пятница, а сегодня четверг. Это значит, что в эфире наше шоу. Прекрасное, информационное, всё-таки развлекательное немножко. Где мы слушаем музыку, читаем районные газеты и, конечно, обсуждаем главные темы, которые нас или общественность волновали в течение недели. Да, тем сегодня много. Да, и нас сегодня много. Наконец-то Саша вступил. Нас сегодня много. Это Ярва Александровна и мои коллеги Нина Витковская и Виталий Михайлов. Давайте мы очень кратко тогда скажем, что, дорогие друзья, вы можете к нам присоединиться. Телефон студии 62 80 30. Звоните, рассказывайте, что вас беспокоило, радовало или раздражало. Ну или, конечно, пишите нам на WhatsApp или пишите смски на номер 8 900 993 0105. Всё, почитаем, будем обсуждать. У кого под руками интернет, можете заходить в нашу группу ВКонтакте, Радио России Псков и тоже там писать свои комментарии или вопросы. Давайте не будем тогда задерживаться. Друзья, хотите, пишите, звоните. Мы будем этому очень рады, а мы уже переходим к первой теме. Начинаем с серьёзной темы, без которой, собственно, и не было бы и нас с вами, дорогие друзья, в эфире. Так. Да, со света, с электроснабжения. Ну, все помнят, да, что случилось у нас с электричеством в начале года. Я думаю, ещё вот с самого начала года это одна из самых актуальнейших тем в Псковской области. Да, настоящий конец света, можно сказать, произошёл. Слушайте, а это всё случилось, насколько я понимаю, вот на январских праздниках, да? Представляешь, празднуешь ты вот на Новый год, наготовил кучу еды, положил это всё в холодильник, и тут свет отрубили. Кто-то быстрее кушает. Итак, 1 февраля, дорогие друзья, региональным властям нашей энергетики представили откорректированную программу модернизации электросетевого комплекса. Звучит, конечно, очень сложно. Давайте попробуем разобрать, что это такое. Ну, это вызвано как раз-таки последствиями ледяных дождей, из-за которых у нас, я напомню, 16 тысяч километров проводов было оборудовано. Оборвано без малого, да, 200 тысяч, нет, слава богу, не тысяч, 200 опор повреждено. Вопрос, есть ли 200 тысяч опор во всей Псковской области? Возможно. 16 тысяч километров проводов, это как-то очень звучит. Не, подожди, у нас всего в области 50 тысяч километров проводов. Это больше, чем экватор. Ну, считай, практически третью часть оборвали. У нас одна из самых протяжённых сетей в России, я скажу, в маленькой Псковской области, потому что очень много населённых пунктов. Не забывайте, что мы на втором месте в стране по количеству населённых пунктов. Не во всех живут, правда, люди. А электричество во всех есть? Ну, где не снято, так скажем, да, там оно должно быть. Ну, по крайней мере, столбы должны стоять по плану Гойл-Ро, тому самому, который был. Ну, что же, ущерб до сих пор не подсчитан. В некоторых районах ещё борются с этой проблемой. Да, да, да. Ну, и, собственно, на неделе на телеканале «Россия-24» мы встретились с заместителем губернатора Псковской области Василием Осиповым, которым нам рассказал, что же предусматривает новая программа модернизации электросетей. Давайте послушаем. Программа до 2025 года. Да. Что она предусматривает? Ну, она предусматривает замену и реконструкцию линий электропередач под станцией. Скольких километров, можно понять? Ну, а... Из 45 тысяч. 10 процентов. По программе будут заменены старые кабели на новые, да? Они там изолированные будут и так далее. Ну, да, самонесущие изолированные. Но, тем не менее, это не спасёт от падения деревьев, правильно? А почему, например, сразу фантазирую, как обыватель, не закопать их под землю и не сделать подземный кабель? Ну, вот смотрите, самонесущий провод, там не только меняется провод, меняется ещё его крепление к опоре. И к опоре этот провод крепится таким образом, что если падает на него дерево, он опускается на землю, продолжает работать. То есть он не рвётся? Да, он не рвётся. Это тоже техническое исполнение, которое позволит минимизировать тоже и эти повреждения. А возможность замены воздушных линий на подземные обсуждалась вообще? Слушайте, ну, не обсуждалась. Я думаю, что это всё-таки такая утопическая... Потому что дорого. Ну, дорого. Труднопроходимые места. Это новый план Гойл-Ро. Ну, да. Давайте исходить из того, что мы сегодня понимаем, какая ситуация есть. То есть в большинстве населённых пунктов, там, наверное, за исключением, у нас всё-таки более стабильно там Псков, Великие Луки, да. В остальных районах сегодня состояние электросетей оно таково, что отключения могут быть. Вот так вот. То есть удивляться не приходится. То есть никого эта ситуация не удивила, как я сейчас понимаю. Отключения могут быть, и это нормально. Меня больше удивила ситуация. То есть у нас огромное количество тысяч проводов. 45 тысяч. Ну, больше 45 тысяч. Хорошо, больше 40. Хорошо, больше 40. Преполагал, оказалось, 50. Хорошо, 50. Меняем мы 10%. 5 тысяч. Да, это до 2025 года, я напомню. Это такая интересная математика. А что мы делаем с остальными процентами? По мнению энергетиков, как мне сказал Василий Викторович Осипов, это позволит вдвое сократить количество отключений. И на 12% примерно время восстановления линий в случае всё-таки аварий. Ну, так, 50 на 50 решили проблемы. Ну, вот самое главное, что я отмечу, он сказал же, что будет новый провод. Вот эти 5 тысяч километров проводов, они будут новые. Вот вы представляете себе опору, линию электропередач? Сейчас все провода металлические. То есть формально ложится дерево, провод рвётся. Или налипание снега, вот этот ледяной дождь, рвётся, не выдерживает. Будут провода новые. Изолированные, во-первых. Ну, это вот те самые, ну, примерно, примерно, скажем так. Грубо говоря, это тот же провод, но только в специальной изоляции. Причём он крепится будет по-другому, к столбу. И, соответственно, если дерево ложится, вот сейчас мы только послушали, он вместе с деревом ложится на землю и не рвётся. То есть как провод... Он продолжает работать и пропускать ток. Ну, фактически провод может лежать на земле, но свою функцию выполнять. Потом приезжают ремонтники и должны вернуть. Нет, я не очень понимаю. У меня тоже вопрос. Нет, ну, есть там обходы, понятное дело, линий, но через какой промежуток времени, не очень понятно. Как они поймут, что провод работает, но провод уже лежит... Но лёжа. Но лёжа, да, работает. Я тоже, бывает, лёжа работаю. Нормально. Нет, я думаю, тогда это будет по заявкам местных жителей. Если ты идёшь в лес за ягодами или грибами, выходишь на просеку, а там у тебя провод лежит. И вот тогда они приедут. Вы должны понимать, почему у нас металлические провода сейчас? Они дешевле. Давайте сразу признаем. Вот только по предварительным оценкам, и губернатор об этом заявлял в начале года, на вот эту программу до 2025 года на 5000 километров понадобится, ну, вместе с трансформаторами, понятно, с опорами, 7,5 миллиардов рублей. Чего? Это под ключ, да? Я боюсь, никогда мы не заменим всю систему. Вот мы сами не заменим точно, Нин, но надеются все на федеральный бюджет, что Минэнерго одобрит этот план. Федеральный бюджет в курсе, что мы надеемся. Ну, по крайней мере, заместитель министра энергетики приезжал, вроде что-то негативного не сказал пока, но, может быть, он не до конца вчитался, кто знает. Но на самом деле мы рассчитываем, что софинансирование регионального бюджета составит, как мне сказал Василий Осипов, 1%. То есть 99% — это федеральный центр, да, а 1% — это только регион. Ну, потому что регионы действительно не потянуть. Не потянуть, конечно. Да нет таких денег в бюджете регионы, это очевидно, и тут действительно надежда только на федеральный центр. А если дальше посчитать, это 10%, 70,5 миллиардов. У нас остается еще 90%. То есть 75 миллиардов как минимум надо. Это чтобы везде заменить. Заменить всю, все провода. Все это провода, я думаю, что... Да. Дорогие друзья, ну, на самом деле, отключение происходит и сейчас, к сожалению. И на этой неделе, например, наши коллеги с телевидения показывали сюжет про Угдовский район, деревни Вейно, да. Да. Перебой с электричеством случается постоянно. И также на прямую линию с губернатором... Саш, ты принимал звонки? Да, да, я принимал звонок. Обратилась жительница деревни... Зуева или Зуева? Да, да, да. Гдовского района. Наталья Владимировна. И вот сказала, что до сих пор, пока не до конца, восстановлено электричество после, так сказать, декабрьских ЧП. Да. Ну и, собственно, на связи с нами сейчас глава Гдовского района Юрий Сергеевич Павлов. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы бы хотели узнать, собственно, что у вас происходит с электричеством. Вот мы, да, начали сегодня эту тему обсуждать. И раз мы уже с вами связались, можете нам прокомментировать эту ситуацию в Гдовском районе? Действительно проблема острая такая? Да, проблема острая. С 25-го числа начались проблемы, когда... С 25-го декабря. Да, 25-го декабря до Нового года. И к Новому году как бы все восстановили электрики. Оперативно сработали. И два дня, наверное, 31-е и 1-е было нормально. 2-го числа следующий снегопад. И с тех пор вот идут перебои. Вот на сегодня я каждый день эту ситуацию отслеживаю. На сегодня, сейчас на вечер все населенные пункты подключены. К утру, возможно, будут опять какие-то отключения аварийные. Но будем надеяться... А где? Вы можете сказать? А в основном вот именно дальние такие волости. Это у нас Плесновская волость. Это часть Добручинской волости, бывшая Венская волость. И Черневская. А если оценить количество населения, которое остается без света в этих волостях? Ну, населения, конечно, там не так много. Потому что там мало... То есть это мелкие деревни и малонаселения? Да, малонаселенные деревни и крупные населенные пункты, в которых какие-то объекты жизнеобеспечения у нас мало страдали. У нас единственное было... Сутки работала в Черневе кочегарка на генераторе на автономном. Ну, и там в Тупицыно тоже электрики ставили, РЭСовские, ставили генератор, чтобы обеспечить башню водой. Вот это после новогодних праздников. То есть и без воды могут остаться? Ну да, если где... Есть у нас такие населенные пункты, где нет таких колодцев простых, потому что там глубокое залегание воды. И они работают... Вот Первомайская, бывшая волость, это сейчас Полновская, там тоже. Юрий Сергеевич, там тоже, кстати, были проблемы. Но вы сказали, что сейчас полностью Гудовский район... Ну вот на сегодня, вот я сейчас, по сведениям, не ДДС, на сегодня, на 18 часов, как бы было все восстановлено. Но можно ли сказать, что каждый снегопад вы ждете с замиранием сердца? Ну да, потому что ситуация, вот как пошла она, вот с 25 декабря. Так, пока вот не нормализовалось, к сожалению. А в чем причина, скажите, Юрий Сергеевич, по-вашему? Ну, по-моему, я не специалист по электрике, но я по району тоже езжу, вижу. Ну, во-первых, причина в том, что действительно погодных условий давно таких не было. То есть вот налипание мокрого снега на провода, и провис очень сильная нагрузка, а провода, по-видимому, ну, уже давно, наверное, не меняли, не выдержали. Во-вторых, в основном, вот мелких этих дальних деревень, почему проблема, это расчистка линии 10 километров. Подождите, они не расчищены? Они расчищены, но они узкая полоса отвода. Но узкая сколько? Вот говорят, есть полоса 10 метров, вот эта ширина просеки. 10 метров это недостаточно, потому что деревья растут там, ну, пускай даже там 20 метров выросло дерево, оно упало. Подождите, а если дерево 30 метров, вам любой полосы недостаточно будет здесь? Не, ну, тут вам... Что ж мы превратим Гдовский район в пустыню из-за лэп? Ну, я не знаю, какие выходы из этой ситуации, но, возможно, там какие-то, ну, как сейчас, по населенным пунктам, сейчас проводят изолированным кабелем. Да, вот мы об этом и говорили. Не страдали по проводку. Ну, расчищать, конечно, возможно, 30 метров везде не необходимо, но смотреть, почему деревья стали падать от того, что на них тоже насучено липание мокрого снега, утяжеление. Подождите, а лесники у вас работают? Может быть, им надо следить за вот этими высокими деревьями, которые могут упасть на провода? Ну, это надо договоренность. Отдельно лесники. Они, в основном, все лесные, практически весь лес находится в аренде, у арендаторов. Ну, то есть, фактически за этим должен следить арендатор, а лес принадлежит ему. Арендатор не может за этим следить. Арендатор-то не отвечает за электроснабжение. То есть, подождите, власти ничего не могут сделать. С одной стороны, это обязанность энергетиков, с другой арендаторов, да, леса? Не, ну, как тут найти такое оптимальное, я не знаю, как найти оптимальное решение, но, возможно, надо как-то ходить, делать обходы, согласовывать это все. Ну, так просто решить раз и все. Вроде жили-жили до этого нормально, свет нормально был. Ну, были аварии, да, каждый год бывает. Ну, давайте скажем, что изношенность линий у нас по всей области 95%. Ну, вот и результат. Да, в целом по области. Но не только изношенность линий 95%, вот так же заботят жители Гдовского района. Юрий Сергеевич, мы вас попросим остаться сейчас на линии, потому что еще одна проблема. Да. Вот Александр у нас принимал звонки на линию губернатора Псковской области, и один из спикеров рассказал тебе такую историю. Ну, да, зовут его Сергей Викторович, рассказал, что рухнул мост на реке Йоглина, если я не ошибаюсь, да? О, Йоглина. Йоглина, да. Два года писали в прокуратуру, в администрацию, заявлял Сергей Викторович. Мост автомобильный, обещали сделать временную переправу, но за два года не сделали. Мост был деревянный, сами делали, пока не сгнили сваи. Без моста никого не похоронить, не проехать. Мы оторваны от мира, заявил нам Иванов Сергей Викторович, житель деревни Безьва. Безьва. Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему не реагировали на обращение граждан, или все-таки реагировали? Почему не реагировали? Я когда, я работаю с 17-го года, и где-то в 18-м году, ну, вот эта тема по этому мосту, ну, я в конце 17-го года пришел на работу, можно сказать. Выезжали неоднократно на этот мост, было принято решение выделить деньги, то есть сделать ремонт в рамках содержания, заменить огневые элементы. Давайте скажем, что, по-моему, мост у вас, он не был на учете, то бишь, это мост... Почему он не был на учете? Он был на учете, но у него сделан паспорт. Ага. Почему он не был на учете? Это деревянный мост на сваях. Деревянный мост в паспорте уже было написано, когда его делали, что он уже, ну, можно сказать, в плохом состоянии. В аварийном, да? Да, и дальше возникла проблема. Мы изготовили смету и хотели сделать в рамках содержания его ремонт. Смета сколько предусматривала? Замену элементов. На сколько смета была? Ну, порядка где-то 980 тысяч. Почти миллион. И мост тоже был бы деревянный? Да, мост был бы деревянный, но дальше возникла такая проблема, потому что эта тема уже вышла, и мы вынуждены были делать проект, потому что было сказано контролирующим органам, что без проекта нельзя. Без проекта нельзя. Капитальный ремонт. То есть это не текущий. Во сколько обошелся проект? Ну, было, где-то проторговались, было выделено 2 миллиона на проект, где-то проторговались. Заметьте, как ставки повышаются. 2 миллиона на проект. Так, и теперь нам руководитель нашего дорожного и транспортного комитета говорит о том, что новый мост обойдется здесь во сколько, напомните? 56 миллионов. 56 миллионов рублей. Да. А вас самого как-то не смущает эта цифра? Смущает очень. Еще бы, да, Юрий Сергеевич. То есть 980 тысяч изначально. Откуда такие цифры, скажите? Ну, к сожалению, мы в таких реальных условиях живем. Я бы не мог стратить миллионы. Если бы я стратил, я бы пошел под уголовное дело. То есть лучше стратить 56 миллионов. Теперь надо искать 56 миллионов. Не-не, подождите, а откуда вот это 56 миллионов? Что это будет за мост? Это проект сделали. Это проект сделали по современным требованиям. Еще дальше мост будет... Это бетонные деревянные мосты не делают теперь. И проекты на них не делают. Подождите, а скажите, в этой местности нужен бетонный мост? Мост нужен любой, по которому люди могут... Хорошо. Для скольких человек мы сделаем бетонный мост за 56 миллионов? В настоящее время там проживает фактически два человека зимой. Какая прекрасная история, Юрий Сергеевич. Так они дешевле их расселить. Да, переселить куда-то. А, согласятся они. А там кладбище, которое исторически сложилось. Ага. Ну, то есть на одной чаше весов 56 миллионов торгует... Это вот и память, родина малая и так далее. Юрий Сергеевич, как я понимаю, вы только что сказали, что построить деревянный мост... Нереально, нереально. Нет проекта. Мы строили раньше мосты, я работал в сельском хозяйстве, никаких проектов не надо делать, они до сих пор служат. Но теперь так нельзя. Хорошо, Юрий Сергеевич, а вот ситуация, кажется, патовая, да? Да, она абсурдная, мне кажется. Да, абсурдная, патовая, будем называть, как хотим. Какие, может быть, есть выходы, решения? Ну, вот сейчас мы и пытаемся что-то везде проконсультироваться, какие-то найти выходы, решения. Ну, во всяком случае... Ну, подождите, на областном уровне заявлено, что уже ищется за счет экономии 56 миллионов. Да, на областном уровне сейчас и мы тоже... У нас как бы... Ну, а Гдовскому району 56 миллионов, может быть, на что-то другое стоило бы потратить? Как вы думаете, вот если бы вам выделили? Найдете на что-то более полезное? Я бы пытаюсь 56 миллионов. Или все-таки мост нужен, вот как вам кажется? Ну, вот нужен, может быть, какой-то есть реальная возможность все-таки удешевить эту цену. Поторговаться, да? Не поторговаться, а именно как-то... Ну, я не знаю, вот честно сказать, я вот... Можно было... Мост этот построен в 99-м году. Да, понятно. Юрий Сергеевич, спасибо. Военными, военными построен. Строителями. Может привлечь какие-то силы, чтобы сделать какую-то временную переправку. А вот, Юрий Сергеевич, сейчас как решается конкретно этот вопрос? Вот живет там эти два человека, им нужны продукты. Два человека сейчас переходят. Мы сейчас планируем поставить там пешеходную. Там речка разливается, высокий подъем. Ну, то есть для пешеходов, грубо говоря, вот эти лавы можно положить, так называемые. Да, лавы мы сейчас построим. Сейчас там, как бы, договоренность есть, мы построим. Но, опять же, как по этим... Брод там есть. То есть у Азики Нивы переходят. Пожарная машина перейдет. Со скорой, конечно, может быть проблема. Когда? Но во время разлива не перейдет. Но подождите, может быть, все-таки предложить людям, возможно, переезда? Маневренный фонд какой-то вы найдете? В каких деревьях? Не захотят точно. У нас есть, например, в военном городке с Муравьево, только пустой, тяжелой фонд. Захотят они туда переехать? Ради бога, у нас там есть пустые квартиры. Ну, мне кажется, чем тратить 56 миллионов, я думаю, стоит рассмотреть. На самом деле там все равно в этих деревнях живут еще... Есть еще и дачники. А представьте, вот построите мост, а два человека, ну, рано или поздно, к сожалению, да? Ну, вот мы построим, я скажу, для заготовителей леса еще больше. Мы будут заготовить или лесоподорожители. А, то есть для вывоза леса строите мост. Это меняет дело, конечно. Это самый дорогой к Довске района Сруга Красненький. Юрий Сергеевич, спасибо большое, спасибо. На связи с нами был глава Гдовского района Юрий Павлов. Удивительная история, честно говоря. Слушайте, ну... Слушайте, в моей деревне, где живут мои родители, там тоже есть мост деревянный. Он то и дело... Автолавка боится по нему ездить, если он рухнет. Я думаю, как... Ты понимаешь, Виталик? Сколько на него потратят? Я скажу так, вот вовремя подсуетиться и поставить за 980 тысяч, либо не подсуетиться, и тогда уже в 56 раз больше. Вот тут такие вот у нас варианты есть. Интересно. Ну что, давайте к такой интересной теме, так скажем, на грани. Совсем неоднозначной. Дорогие друзья, давайте напомним наш телефон, 628030, также WhatsApp номер 8900-993-0105. Сейчас мы обратимся к теме названий кафе. Дело в том... Нейминг так называемый. Мы не просто так решили пообщаться на эту тему. Есть у нас пример, который взбудоражил многих жителей областного центра. Есть конкретная псковичка, которая даже написала пост негативный в общественном пространстве, в соцсетях. Давай расскажем, что не так давно в Пскове, в областной столице, появилось кафе новое с неблагозвучным для русского уха названием. Вот сейчас, внимание, дорогие друзья, я сразу скажу, что я консультировался со всеми, и это не является нецензурным выражением. Итак, внимание, название кафе... Барбанная дрожь. Ее набрали воздуха в грудь. Йоби да йоби. Ну тут всех не пугает, это действительно не мат. Как говорят владельцы этого заведения, так по-русски переводится японская фраза «день недели суббота». Так а почему не назвать по-русски «день недели суббота»? Действительно. Назвали вы по-русски и все. Понимаешь, я думаю, что в этом случае владельцы будут думать, что потеряется вот эта скандальность. Смотри, сами владельцы пишут, выбирая название, мы постарались выделиться и запомниться. Вам раз и навсегда, иначе говоря, запасть в душу. Я не знаю, в душу запали ли они. Ну, слушайте. Но само название точно. Но вот псковичку какую-то возмутили. Хотя. Я думаю, что не одну псковичку они возмутили. Вот. И здесь город поделился на два лагеря, так сказать, да? Я могу сказать, что не только город, но мы здесь в студии поделились на два лагеря. Потому что вот я считаю, что это. Креативно. Не креативно, наоборот. Слушайте, я скажу вам так, если бы это появилось где-нибудь напротив Кремля, да, вот, на центральном проспекте, и там просто крупными йоби да йоби написано, да, тогда, да, возможно, ну и там такая вывеска 10 на 10, я не знаю, вот. Нет, ну а почему? Вот я живу в спальном районе, например, да? Я выхожу, я каждый раз из своего дома и вот это вот читаю. На самом деле в японском языке вообще с названиями дни недели сложно. Вот каждый день недели у них на вот этот суффикс наше, окончание любимое, да. Надо получить японский, ты к этому. Да, но вообще мы консультировались, я тут сегодня прозванивал, разное дело. Значит, за вывески у нас отмечают несколько ведомств. Так. Начали мы с администрации Пскова. С управлением подгородостроительной деятельности. Ну, мне там сказали, что такая вывеска через их руки не проходила. Так, то есть, а как-то они за это вообще не в курсе. Но дело в том, но дело в том, что сейчас по закону о торговле, оказывается, если у тебя вывеска небольшая или она по франшизе, как здесь. Как здесь. Произошло, да, то есть есть патентованное название на федеральном уровне, да? Видимо, отвечает тот, кто на федеральном уровне занимается. Ты можешь даже не уведомлять, с каким названием ты открыл кафе. Главное, чтобы вывеска соответствовала дизайн-коду, который в том году, в прошлом году был принят в Пскове. Ну, а дизайн-код в каждом регионе, условно говоря, свой. Да, но начну штрафовать за дизайн-код только с июня. Так есть еще один момент. Дизайн-код может предусматривать просто внешний вид. Ну, цветовая гамма, это просто, да. Цветовая гамма или какой-то дизайн. Ну, то есть не коснется названия этого кафе. Дорогие друзья, если вас когда-либо смущали какие-нибудь названия, которые вы встречали на улицах, вывески, не знаю, звоните нам, рассказывайте или пишите 62-80-30 и наш ватсап 8-900-993-0105. Ну, давай скажем о том, что в других регионах тоже с этим кафе сталкивались. Сталкивались. Да, это абсолютно не первый случай. И сами они в своих соцсетях пишут о том, что мы, дескать, любим поскандалить на эту тему. И, видимо, там... Несколько судебных заседаний состоялось. Тоже люди жаловались. Вот. И, в частности, антимонопольщики тоже в некоторых регионах... Связаны с этой историей. Да. Ну, как связаны, они выступали в суде против владельцев этого кафе. С нами на связи сейчас руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Миланайц. Ольга Викторовна, здравствуйте. Добрый вечер. Ольга Викторовна, скажите, вот до вас уже дошла каким-то образом информация о появлении такого кафе в городе? Да, до нас информация дошла. И, ну, к нам пока были только телефонные звонки, которые сообщали о том, что появилась вывеска заведения, которая, в общем-то, такая неоднозначная, оскорбляет чувства клиентов, посетителей и так далее. Ну, а есть ли тут повод, с вашей точки зрения, для судебных разбирательств идти что-то в суд уже бороться? Ну, здесь, смотрите, антимонопольный орган, компетенция антимонопольного органа именно пресекать недобросовестную рекламу, в том числе неэтичную. У нас есть такое понятие. Соответственно, у нас есть рекламные советы, потому что этично либо неэтично, это настолько субъективно, поэтому мы всегда привлекаем экспертов, это и филологи, это и, между прочим, там и представители православной церкви. То есть в рекламные советы... То есть если бы вы услышали рекламу с таким названием, вы бы обратили в суд, и, скорее всего, было бы принято решение о том, что реклама недобросовестная, ее надо снять? Нет, нет, нам достаточно своих решений, у нас достаточно компетенции, мы бы разобрали это в своем деле, вынесли решение, предписание о прекращении распространения рекламы, ну и, соответственно, потом бы, наверное, сверяли позиции в суде. И, по-моему, такой случай как раз сейчас, или недавно совсем был в соседней области? У моих коллег в Санкт-Петербурге, поскольку это федеральная сетка, именно эта сетка воспользовалась рекламой, выставляла штендеры на улицу, соответственно, с рекламными предложениями, и мои коллеги в Санкт-Петербурге вынесли сейчас такое решение, выдали предписание. Но тут была реклама, а здесь речь идет о вывеске. То есть, получается, пока штендера с рекламой нет, то никаких проблем тоже нет? Нет, пока проблемы может и есть. Пока рекламы нет, антимонопольной службы компетенции нет. А вывеска в данном случае не является рекламой, хотя она даже такая провокационная, ведь это же внимание такое определенное. Вывеска, ну, она в силу закона вывеска, то есть у нас есть правила городские о вывесках, соответственно, у нас есть у органов местного самоуправления компетенции регулировать правила размещения этих вывесок. Ну, и понятно, что реакция, если будет обращение какой-то в городскую администрацию, что вывеска оскорбляет чьи-то чувства, либо там, ну, неэтичное и так далее, возможно, у города есть какие-то меры... Ну, к сожалению, мне сказали в городе, что нет у них никаких полномочий, и, скорее всего, это будет признано... Какой-то замкнутый круг. Это признано же... Ну, это же не является несензурным словом. Вот, поэтому, собственно, у них управы на название нет. Ну, надо подумать. Надо подумать. Ольга Викторовна, ну, хорошо, что вы подумаете, я просто напомню, что... Он по индивидуальным правам отказал же этой компании в регистрации товарного знака. Ага, вот так. Я просто напомню, нашел информацию, что в 16-м году ваши коллеги по Красноярскому краю тоже судились с этой организацией, и вот там все-таки суд... Ну, то есть, опять же, эксперты Федеральной антимонопольной службы признали, что нет нарушений, потому что вывеска не является рекламой. Нет компетенции. Да. Здесь даже нет ни нарушений, нет нарушений законодательства о рекламе. Вот так. Ольга Викторовна, спасибо большое. На связи с нами был руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Миланайц. Ну, вот так, дорогие друзья. Вот мне интересно, я могу придумать какое-то название. Да, такое скользкое. Не придумывай, правда. Нет, почему, я могу. Ну, хорошо, ты можешь, да. Вот, например, я хочу кафе открыть с названием «Ох», дальше звездочку, пишу «Евший». Так. Ну, потому что «Евший», да. «Ох, поевший». Ну, конечно, да, да, да. То есть, им не разрешат. Хотя оно для кого-то, может быть, звучать оскорбительно. Мало ли, какие мысли у кого-то закрадутся. А вот дальше я вкладываю в этот смысл другой совершенно. А вот дальше захочешь ты рекламу сделать, и вот тебя накроет антимонопольная служба. Мне очень интересно, потому что у нас много интеллигентных людей, которые действительно вывески раздражают. Друзья, я скажу, что мне кажется, что это только начало. Потому что сейчас в погоне за потребителем, ну, наши уважаемые коммерсанты, за мимо их тогда, будут только и дальше, и дальше брызгать в нас креативом. Друзья, есть у нас телефонный звонок. Давайте прервемся. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это я? Да-да-да, слушаем вас. Так, моя фамилия? Имя. Представьтесь, пожалуйста, просто. Я Антониадий Леонид Константинов. И он на Нижнечерёхилской дороге. Да, пожалуйста. Улица так называется. У нас вот улица, она всего полтора километра, но нет питьевой воды. Ого. Да, совершенно ни одной колонки. Была колонка лет десять назад. Нет, подождите, но вы же без воды не живёте? Откуда вы воду... Простите, воду с этой, как его называется, вот туда лепешить, туда езжу за водой. Понятно, спасибо. Ваша проблема понятна. Мы попробуем узнать всё-таки в этом микрорайоне, да, и у властей Бисковского района. Через неделю мы сможем, да, что-то сказать по этому вопросу. А если ещё не поздно, оставьте свои координаты, мы бы с вами связались. Да, спасибо большое. Звоните, 62830, ещё есть немножко времени, чтобы тоже нам рассказать о каких-то своих проблемах. А мы пока перейдём к нашей постоянной рубрике и узнаем, о чём же пишут. После такого хочется упомянуть ещё раз кафе, но не будем. Да. По хорошей традиции четверга читаю я районные газеты. Мне хочется сразу... Конечно, радует. И мне хочется сразу со стихотворения начать от... Дай угадаю, пустошка, газета вперёд. Мне кажется, что ещё чуть-чуть, и я начну газете вперёд предлагать свои варианты стихотворений про пустошку. Но пока всё-таки от авторов из этого района. А феврали бывают разные. Про них так много уже сказано. У нас в пустошке эксклюзивный, метельный, аномальный, дивный. Да. Жаркий летний твои, а здесь метельно, аномально, дивно. Ну, продолжаем тему зимы. Печорская правда даёт нам карту, где небезопасно в городе ходить из-за сосулек. Вот, например, улица Свободу, 32. Под крышей дома прямо над тротуаром висит глыба льда. Псковская, 11, тоже опасно. Вот такая дальше, да, там шутка, но не шутка. На Псковской, 12. Сосулька расположилась прямо над входом в бюро ритуальных услуг. Ну, надо же клиентов как-то. К себе, да. Привлекательно, да. Кстати, могу сказать, что в некоторых районах я видела, как борются с сосульками, рассказывают об этом районные газеты, на специальных вышках. Лазером? Таким, районным лазером. На специальной вышке поднимают мужичка в телогрейке, он палкой просто сбивает сосульки. А это самое надёжное. Я думаю, что вообще здесь стопроцентный эффект. Кто-то сбивает сосульки, а кто-то в условиях сильного снегопада. Проводят профессиональные конкурсы. Лучшего тракториста сегодня определили в Палкинском районе. А это как? Подожди, на поля выезжали? На специальном автодроме. Выезжают люди на тракторах и не знаю, как они соревнуются, но победители определили. Интересно, они расчистили у них там как в Палкино со снегом? Ну, может, для трактора это и не надо. Нет, я думаю, что специально для этого, чтобы расчистить и проводили конкурс трактористов. То есть ковш прикрепили? Да, теперь точно расчистили. Если до конкурса там Палкино был одним большим сугромом, то сейчас... То теперь всё чисто. Давайте поздравим, что конкурс выиграл Александр Борисенко. Александр, мы вас поздравляем. Дальше в Сибирском районе национальный парк Сибирский ищет добрую семью, чтобы жить и работать в центре Озерявки прямо на берегу озера. То есть всё прилагается, и дом дадут, и... Дадут дом, но надо будет уметь в этом деревянном доме жить, явно его придётся топить. Уметь жить это. И нужно иметь право... Управлять служебным автомобилем, да. Что особо примечательно, что магазинов поблизости нету. Вот, но есть зато мобильная связь и красивейшие озера. Сколько будут платить... Пока не пропало электричество. Не рассказывают все подробности на собеседование, но в Сибирском парке надеются, что добрая и радушная семья станет участником всех увлекательных мероприятий. А это какое-то релити-шоу они делают, или... Ну, похоже, очень на... там, как один проект закрыли, да? Вот, а здесь, может быть, откроют. А теперь практически избушка в Сибирском районе. В Нивеле позитивная новость. Нивельский вестник пишет, что ремонт земской больницы начался. Я думаю, не то, что она началась, а идёт полным ходом. Строители приступили к установке вентиляции. Ну, новый, прекрасно. И решается вопрос с водоснабжением. Разводится канализация. Однако отопления пока нет. Ну, я думаю, что земской больницы в Нивельском районе всё будет замечательно. Но пока там строят больницы, у Святы тоже, тоже не стоят на месте, а буквально... Не лыком шито. Не лыком шито. Буквально двигается вперёд, и открылась там новая столовая. Первая за тысячу лет. Потому что... Возьмите тысячу лет в этом году. Тысячу лет в этом году. Нет, новая. Первая новая. Первая... Хорошо. Ага. А что там с названием, интересно? Может быть, тоже креативное что-то? Я думаю, креатив в самой столовой. Тут всё хорошо, но столовая-то птичья. Ах, вот как! Да? Таким образом креативно решили назвать несколько кормушек. Мне очень нравится, как описывают. Открытие этого объекта за работой столовой пристально следили птицы, которые, сидя на верхушках деревьев, перечириковались между собой. Вскоре новость в прямом смысле разлетелась по всей округе. А какой-нибудь депутат от птиц пернатый приезжал на открытие этой столовой? Ленточку перекусить? Перекусить клювиком. Владеет ли он чириканьем? Да. Интересно. Интересно было бы узнать. Ну, вообще радует нас печать местная. Здорово. Пишите, пожалуйста, почаще такие хорошие новости. Переходим к следующей рубрике. Эту птичь не закончишь, не убьёшь, не убьёшь, не убьёшь. Друзья, в рубрике «Эту петь мне за душу не убьёшь», чего мы только не слушали. И рэп, и металл. Но сегодня хотелось бы мне, коллеги, сказать вам, что давненько мы не слышали замечательного советского и азербайджанского эстрадного певца, композитора, педагога, актёра, доктора, искусствоведения, профессора, дипломата, политического и общественного деятеля. И это всё Палат Бюль-Бюль-Аглы. Потому что сегодня у Палата Бюль-Бюль-Аглы... Некоторые из нас его вообще не слышали. Ну, а это упущение. Мы сегодня узнали, что он исполняет огромное количество известных песен, но мы просто не знали, что именно он это делает. Да, и более того, у него сегодня день рождения, 4 февраля. И чем его мы и поздравляем. Конечно, конечно. И хотим послушать песню из кинофильма «Не бойся, я с тобой» кто-то может исполнить. Я думаю, все вы её знаете. Просто не знаете, что это Палата Бюль-Аглы. Просто не знаете автора. Да, «Песня на башне» или «Как жили мы, борясь». Поехали. И годы ждут нас впереди. И никогда не смолкнет песня эта. Пусть много будет в ней тепла и света. До края жизни с песнею дойди. Как жили мы, борясь и смерти не борясь, Так и отныне жить тебе и мне. В небесной вышине и в горной тишине, В морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне. Любовь, надежду, веру, новый путь Не может с ног отнять нас с тобою. Как счастье жить, то радостью, то болью. И смерть сама не в силах зачерпнуть. Как жили мы, борясь и смерти не борясь. Я уверена, что вот эту песню очень многие знают. Я теперь тоже. Да, теперь, когда ты будешь приходить в караоке, не будет у тебя мучительного выбора, кого петь. Чтобы выбрать. Да, сто процентов. Вам не даже имя этого исполнителя уже песня. Да, палат, бюл, бюл, аголы. Прекрасно. Давайте перейдем к анонсам. Узнаем, что нас ждет в пятницу и на этих выходных. Ну что же там? Итак, псковичи смогут увидеть фильм о родном городе на канале «Моя планета» 5 февраля в 21.20. Можно включить телевизор. Напомню, что еще в середине декабря в Псков приехала съемочная группа передачи «Один день в городе» и занималась непосредственно знакомством с нашим регионом. А зачем псковичам смотреть, если мы и так все знаем? Мне кажется, интересно. Один день в городе. У меня 365 дней в городе. Ну, что мне один день смотреть? Ну, может, ты знаешь, что-то... Тогда сходи в «Боказа филармонии» в субботу и задай шесть вопросов Пушкину в 16 и в 19 часов. Так ли уж вреден был вам север, Александр Сергеевич? Вот можешь спросить. А вот поспорю я с вами. Я задам не шесть вопросов, а восемь. Да, почему? А потому что 6 февраля, но восемь вопросов Пушкину. Ах ты, я просчитался. Да, ты просчитался в вопросах. Забыл где-то парочку вопросов Александру Сергеевичу. Да. Ну, давай скажем, что задавать вопросы будут артисты театров Петербурга и губернаторские симфонические оркестры. Да, это такой концерт-спектакль. Вот как раз был у меня эфир по этой постановке. Очень такая инновационная, интересная. И давайте порадуемся, что теперь не 25% в зале, а 50% уже. 50%. Поэтому если вы смотрели вчера и билетов не было, то смотрите, сегодня билеты уже есть. Билеты будут. В Печорах можно поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз пристройки гимназии. Интересно. Неплохо устроилась районная администрация. И просто проводит конкурс. Я думаю, что да. Я думаю, если проекты по миллиону стоят... Короче, до 15 февраля можете нарисовать и успеть. И помните, что в кино фильм Зоя. Рекомендуем сходить. Замечательный. Да. Очень много неоднозначных мнений на этот счет. Серьезно? Да. Надо о том поговорить. Кому-то не понравился образ Зои Космодемьянской, которая представлена в этой картине. А кому-то наоборот понравился. В общем, план такой. Сходите, посмотрите, а через недельку нам позвоните и расскажите, как он вам. Обязательно. Обязательно, друзья. Да, мы же с вами будем потихонечку прощаться. Не забывайте, что завтра пятница. Ну и потихонечку все будет хорошо. Дорогие друзья, удачи вам. Всем пока. Александр Робин, Виталий Михайлов и Нина Витковская. Пока. Пока.